Не беспокойтесь, все это не протеиновое, все нормально, безопасно для здоровья, никаких страшных протеинов не будет. Все с сахаром, все окей. С сахаром все безопасно и жиром. Привет, друзья! Варианта два. Либо это отдельный ролик, и мы уже съели пиццу и что-то другое выложили, и хо-хо-хо, мы делаем дегустацию коктейльчиков. Либо это продолжение ролика с пиццей, и поэтому привет, друзья, хо-хо, мы пришли домой из магазина. С вами Роман Халиуллин, Руслан Халецкий, и шейки под названием Мюллер. У меня с детства Мюллер это рыбий жир. У меня с детства это актер, блядь, какой-то. Какой-то? Какой? Где он играл? Дольф Мюллер будет. Хорошо. И он не Адольф. Раз бы в Польше. Адольф Мюллер, круваш. Вообще, откуда пришла мысля это выпить? Сегодня смотрел влог Дениса Романова, и он там показывал, что он взял себе парочку таких коктейлей после соревнований попить. Он говорит, они прям очень бомбезные. И мы сегодня просто зашли в магазин после того, как покушали вкусную пиццу, и увидели, там стоят эти коктейли. Вот они, все вкусы. Коктейли. Зашел в магазин, купил в магазин. Тигр. Давайте возьмем коктейльчики, и Руслану пришла светлая идея, давайте возьмем на дегустацию все, и снимем ролик. Давайте. Да? Ну, простите. Ребята, выбирайте вкус. С печеньем. Ты прям почувствовал, да? Печенюшку, ребят. Рома, учение. Рома считывает ваши мысли из будущего, какая связь. Это вот она чувствуется. Стакана почему три? Потому что Алексей тоже будет пробовать? Мы так мало будем пробовать. Пробовать, блядь, будем, потому что. Алексей. Это у нас вкус печенья. Пахнет печеньем? Видимо. Пахнет, да, печенькой. Ну, норм. Не ярко, легко пьется. Они не притерные, самое главное. Прям и вкус. Вкус печенья, да. Очень легкие. Вот такие вот прям печеньки продаются. Если вы видели, у нас в России они в Ленте тоже продаются, вот прям с шоколадом. Вот прям вот вкус вот этих вот печеньев. Прям вкусненькие. Неплохо, неплохо. Дегустировать это когда за несколько глоточков делаешь и смакуешь немножко. Вкус разбираешь. Что это называется дегустировать? Хуйня несет какую-то, да? Банку в ебать? Нормально. Вот когда рассказывают дегустировать, ты берешь, короче, прям залпом ебашешь, да. И потом такой, фу, ну вроде ничего. Нет. И тут такой, ну вот, да, хорошо. Чтобы раскрылось полностью. Лех, возьми, выпей, попробуй. Следующий фисташка, наверное. Следующий какао. 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 Просто шоколадный ложный. Какавный. Ты потрес хорошо? Да. Очень? Очень. Очень хорошо. Опытный трясульщик. Опытный. Трясульщик. Это тоже по-польски. Трясульщик. Да. У нас теперь свой, у нас свой теперь альтернативный польский язык изобретен. Нас понимают даже. Как соберем печенье? Честно, особо на печенье не похоже. Какие, знаешь, обычные юбилеиные шоколадные. Вот именно вот эти вот печенье, они не похожи на вкус печенья, да. Нейтральные. Вкус теста с сахаром и чем-то еще. Да, норм, короче. Вот это не скажу, что прям вкус какао, какао. Не, как холодный наскольник. Ну, типа, да, но у Несколько по шоколаднее вкус. Именно вкус вот какао. Ну, похоже. Похоже. Но терпится, наверное, в такой горту, да? Да, есть такая небольшая горчинка даже вот как с какао. Терпенько. Давайте так, у нас по шкале от одного до пяти будем оценивать. Где пять это заебись, а один это так себе. Давайте так, по шкале от одного до пяти оцениваем, где один это говно, пять это, ну, близко к генетик-лаб. Нет, я думаю, нет. Не дотянет никто, да? Не дотянет ни один. Ну, четверку будем ставить. Ну, давайте, да. Близко, то есть генетик-лаб это десять, а у нас у этих коктейлей максимум пять. По вкусу. Нет, кстати, реально печенье у нас прям супер популярный вкус. Он продается. Он очень вкусный. Он большими объемами продается, да. Вот им бы нашу ароматику предложить, они бы подняли продажи. Вот это-то печенье я вот прям, ну, троечка, то есть средненькое такое. Какао тоже троечка. Я бы троечку с ним на него поставил. Да, я бы даже троечку поставил. Оно во рту такое, а просто специфический вкус какой-то. Нет, просто вкус и приятность. Пьешь норм, а потом не норм. Это что? Клубника со сливками. Какао как в школе в столовой. Да, херолог. Ты прав. Единственный плюс это то, что у него нету пенки, блядь. Потому что у него нету белка. Вот ребята, у... Ну, пенки я имею в виду, как ты, с какао. А, какую-нибудь молочную, да. Так, это у нас клубника со сливками, да, в чаплице? Чуть-чуть он будет. И какао. Да, ну не почувствуется. Можно побольше налить просто, и тогда не будет чувствоваться какао. И там вообще ни о чем. Ну, прям в ожидании. Ваше здоровье, друзья. Только ради вас. Так бы мы их, отвечаю, не пили. Бля, из детства, знаете, были большие пластики в литровом грудне? Чудо, 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 чудо-какая-то. Они сейчас есть, ада. Да, вот прям очень похоже на клубничные чубы. Чудо молочная. Ну, похоже, прям один в один. Ну, неплохой. Мне нравится. Мне нравится, что они жидкие, не густые. Они не как йогурт, они как жидкая такая. Потому что это чудо. тут сахара 10 грамм кому интересно на 100 миллилитров белка 3 грамма и жир тут вот прям такую твердую четверочку лично я поставлю он приятный это что у нас это клубничный коктейль для сравнения ягодный тип он больше должен быть там молоко такое а это прям будет ягодный короче мы сейчас сахара выпьем нормально так но все ради вас друзья мы могут на всех компенсации такое смотри оставать густоватенький да погуще и вычитывать интересно это шейк дальше оттуда будет тоже шейк да да круче шейк ну я думаю что это невозможно да креме написано креме кремовая рецептура не не моё не то не такой то то есть эти как молочком они более приятно пьются для чего это знаете вот эти вот коктейли покупают специально с мороженым и смешивать чтобы делать такой густовой коктейль густой как заготовка грубо говоря но так чтобы вы купите пить прям один бонус у всех и вот в том числе они не сильно сладкие они вообще вообще не приторные это хорошо это прям на двоечку консистенция и сам ну опять же может быть мы не любим густое ну да это все вкусовщина да потому что есть люди кто-то протеин ругают генетик что он очень легко пьется он такой жидкий жидковатый некоторым надо прям чтобы ложка стояла я говорю ребята не чтобы ложка стояла член стояла протеин должен быть жидкий ну не все это понимают ничего нормально зашло эти лёха молодежь него другие предпочтения вот у нас там ящик короны экстра стоит это банановый тоже коктейль который густой будет есть банан очень сложный и они с ним не справились когда начинаешь вот эту вот затяжку глотка делать идет вот ароматика прям бананом но сам вкус бананов во рту коктейля он как бы такой очень специфический но послевкусие опять идет банановый сам коктейль не бананового вот это вот его ароматика до и после нам прям вот банан был опять же плюсов не сладко поэтому адекватно зачастую большинства банан хуже поэтому я поставил 4 с минусом потому что лучше чем среднем обычно делают обычно баланс супер химозный у всех и неприятно это более адекватный такой натуральный лёха бах и пока открывает а чё вам в этот брали нечаянно взяли два клубниковых ну ничего клубниковых просто в польше уже пересидели мы позвать по возвращению вообще не можно здравия день добрый чё как ты бананчик ну такой ненасыщенный банан прям наш слабенький вот у неё именно именно ароматика послевкусие банан банан держится бананковая старшечка прям пахнет и старшечка сейчас и напьёмся ну да я пока у меня находится занятия когда построили андроидный коллайдер произошла такая ситуация что после взрыва разогнанных частиц если совпадает день с моим днем после соревнований то черная дыра образуется во мне вот таки как бы принципе вот все туда может вместиться в любых количествах мне кажется я с прессом вкус сложнее чем банан и на мой взгляд они достаточно неплохой именно фисташковку сделали так скажу вот прямо по ощущениям пипец на наш ароматика похоже я прям даже удивлюсь что может она за очень похоже именно парам и плохой прям плохая фисташка легкой его на любимый вкус фисташка сейчас попробую скажешь орех шоколад такая адекватная опять же для тех кто любит фисташку направо классическая фисташка похоже на динんと кстати похоже на фисташковая мороженная которая продается то есть то пропитошкаoney уже понимать он покупает какие вкусы вам изначально нравится и тут подумать у стаж краем морожена если вы пробуете потому что очень многие пишут вообще никто спальта фисташка как бы к вы не сравнивайте обычную сезон орешки соленый это трида с фисташком каким-то продуктом мороженим и так далее также другие разные вкусы почему-то со звони как выдумывался я не Strike кieß на фисташку даже делатьaprès Я ел фисташки зеленые, не обжаренные, прям, ну, такие, прям, живые. Тоже ни хрена не похожи на ароматику фисташки. Забавно. Фундук с шоколадом. Либо орех с шоколадом, потому что, может, фундук просто нарисовали. Какую картинку купили на стоке? Лесной орех, типа. Да. Пахнет ничем. Они вообще в целом без запаха. Нет, прям лесным орехом. Да почти не пахнет. Ты кто-то с ковидом просто прихуярил здесь, блядь, с нами живет, блядь, и ему. Нет, ну в целом запахи есть. Пиццей пахнет немножко еще. Пиццу ели. Это реально не пахнет, ребят. Так, давай не начинай. Вкус лесного ореха. Вот прям вот шоколадки, паста, вот прям, самый простенький, мне кажется, вкус уже. Эта ароматика настолько устоялась, что прям ее вот сделать, это... Нутелла такая на вкус, да? Ну, типа, да, типа, нутелла. Ну, прикольно, миллион летний ел, блядь, уточняю, прикиньте, дутелла такая на вкус. Прикольно, что он идет ожидание того, что вы видите на картинке, с реальностью того, что вы пьете. Ну, то есть вкусы очень похожи. Потому что очень часто бывает, вы берете на картинке, ожидая какой-то определенный вкус, а по факту, когда его начинаете пить, это все прям, ну, совсем другое. Ну, не то. Пальто, как говорит Роман. Здесь, если вы прям вот любите вкус шоколада с лесным орехом, вы получите четко прям именно этот вкус. Вкус мутеллы я решил. Ну, до нутеллы не дотягивает. Да нет, до нутеллы нет, но для коктейля именно вот этот вот четкий, уже насыщенный вкус прям хороший. Хотя вот банан. Думаю сейчас, все, зачем они существуют? Существуют в принципе, потому что сахара много, очень. Белка мало. Зачем они нужны, в принципе, мне непонятно. Вот, как товар, как вид товара, чем люди покупают. Ну, то есть, по факту, можно купить протеиновые коктейли, развести и получите намного больше пользы, намного меньше вреда в себя в виде сахара, жиров лишних. И как бы... Ну, жиров мало. Почему-то вот от этих коктейлей у всех все стоит, и все нормально, а от протеина ни у кого не стоит. У меня стоит. Привет. Если что, мало. У меня не стоит, но не от протеина. Вот. Нет, потому что действительно взяли бы, да перестали производить, делали бы более высокобелковое. И люди бы не покупали. То есть, посмотрел человек, рядом стояла полочка с двумя коктейлями протеинами. Ну, почему бы не купить их? Вот эта полка такая длиннючая, в них сколько вкусов, да, там, много. Вот, а протеина всего два. Или правильно Рома сказал, можно протеин купить, с водичкой холодной разболтать. Вот будет на вкус, ну, примерно вот такой же. Или получше даже зачастую. Соглашусь, что за границей похуже. Вообще, как-то у нас в России очень лучше делают вкус ароматику, чем вот этот банан. Очень похоже на генетика. Ароматика. Ну, она другая, но что-то есть. Похожая. Ну, в общем, более банановая. Более банановая. Да, схожая с бананом. Объясню вкус, чтобы вы поняли. Представьте себе, настоящий банан. Вы кидаете в молоко, в блендер. И добавите туда немного сахарку, чтобы усилить сладость. Вот такой вкус. Более живого банана. То есть, там был банан такой химозно неживой. Ну, да. Ну, адекватный. Адекватный. То есть, не некоторое, прям, блевочное. А вот тут будто бы банан с молоком перемешан живой. И с сахарком. И вот сейчас в послевкусии именно такое идет, вот как будто живой банан реально. Пожевали, сглотнули. И вот эта вот такая банановая субстанция во рту сохраняется. Ну вот. А вообще мы потом еще будем пить протеин, ребят, тоже. Который нам тут подарили. Да. Польские. И скажем вам, что вообще поляки умеют делать протеин. И целом, по ароматике коктейли достаточно приятненькие. Не все, не все, прям вот прям вот. Но в среднем по бане. Ну, в общем и целом, для молочных коктейлей, вот прям вот эти, просто полакомиться, да. Но опять же. Это на наш вкус. Может быть, вам понравится то, что не понравилось нам. Это нормально. Да, однозначно. Кто-то больше любит там другие вкусы. То есть, это все вкусовщина. Но, тем не менее, если у вас стоит выбор между тем, выпить вот такой вот примерно молочный коктейль, либо любой чудо и так далее, либо выпить протеин, поверьте мне, выпейте протеин. А лучше, поверьте мне, если даже нету протеина под рукой, лучше выпейте воду. Да. Выпейте воду. Не вот зашли в магазин такой, типа, я голодный. Поверьте, пол-литра воды вам довольно-таки тоже неплохо собьет аппетит, чем наливать в себя 40 грамм сахара на 10 грамм. Причем чувство голода после выпитого коктейля достаточно быстро настигнет вас и еще сильнее на самом деле. А вот, потому что инсулинчик, он прям нормальный. А вода не поднимет ваш инсулин, но чувство голода немножечко отсрочит. Да, сейчас хочу воду запититься. Смыть во рту, ага. Ну, в общем-то, достаточно неплохие коктейльчики, но, скажу честно, я уже от такого, ну, очень сильно отвык, потому что нахожусь, так скажем, из подготовки в подготовку. Когда я на массонаборе, то у меня на все вот эти вещи просто нету места и желания, по факту. А когда я нахожусь на сушке, на эти вещи просто элементарно мне их нельзя. И я действительно лучше выпью протеин, потому что сейчас в генетике вся вот эта вот ароматика моих любимых вкусов. Это банан, это печенье, это черничный маффин. Я жду, пока я приеду домой. Черничный маффин просто, ну, до сих пор вот перекрыл вообще все вот вкусы. Я его прям обожаю, этот вкус. Это прям вот под меня сделали. Прям вот, прям ништяк. Мне очень нравится. Вот. С МСТ жирами особенно, когда тут ловечка, МСТ, да. Шейкер на 400 миллилитров и три черпачка. Ну, вообще просто. Своя рецептура. Сам решил, сам придумал, сам пью. Вообще клево. А я вот в это время кофейный мне нравится, холодненький. Прям холодный кофейный. И лишь капучино. Ага, прям на максимально холодной воде. Мне вот, если честно, когда я этот вкус брал себе, мне не хватает, знаешь, такой натуральной кофейности у этого коктейля. Он как-то... Более оголького. Да, вот именно более, чтобы горчинка немножечко была и вкус кофе был такой более насыщенный. Потому что он все равно сделан как вот ближе к молочному коктейлю, а не ближе к кофе. Вот мне бы хотелось вот именно, когда берешь что-то кофейное, вот чтобы прям вот такое близко к кофе было. На скафе может быть, да? Как в реанте. Ну, на самом деле вкус и у генетика достаточно прям рецептуры разработаны прям максимально вкусные. Нам нравится. И многим нравится. В общем, потому что продаемся больше всех в России, значит, не только нам нравится. Причем сейчас протеиновые коктейли это достаточно недешевое удовольствие в сравнении с 10-м годом, да, с 11-м годом. Ну, когда коктейли там могли стоить 900 рублей за килограмм, то сейчас 900 рублей за килограмм стоит, блядь, в закупе сыворотки, да, то и дороже. Сейчас там под 12 евро шкалит. Уже даже выше, наверное. 12 евро. Килогер сыворотки. Это когда вы покупаете контейнер 20 тонн. Так что, если вы там офигенный мамкин финансисты, продай мне за 900 рублей, потому что я вот сейчас тут, я посчитал, я написал письмо оптовикам. Дружище, блядь, купи себе контейнер. А может, ты же умный, ты сам его закажешься с Швецией, сам растаможь, вообще просто в нулину выйдешь, просто по себе будет белок у тебя. С друзьями скинешься на контейнер 20-футовый, и все у тебя будет хорошо. Найди еще, где его хранить, пожалуйста. Да, с контейнером. Найдется. Ну, потому что... Поэтому, прежде чем писать, что дорого, сейчас все дорого. Переечете на белок дешево? Если вы возьмете какую-нибудь грудку, мяско, рыбку. А, да. Посчитаете цену одного грамма белка, то протеин будет практически самым выгодным источником полноценного белка. Полноценного, который легко усваивается, и в котором, будьте уверены, что нет каких-то там, блядь, ГМО, всякой шляпы, которую курицам и всем остальным колют, блядь. Поэтому те, скажем так, противники молочного и протеинового белка, которые говорят, лучше купите грудку и сожрите ее, нет, блядь, лучше разведите коктейль и выпейте коктейль. А не съешьте грудку, на самом деле, это будет намного безвреднее. Другие источники животных белков или рыбных белков, грудка тоже, против грудки, лучше индейку, говядину, красное мясо, баранину. И опять же, если вы употребляете белка много, но я не сторонник полного рациона белка из мяса, потому что надо не забывать, что у вас нужно переваривать, ферментативная система. Она не рассчитана на такое количество. То есть организм может усвоить, может, важный момент, но ферментативная система не готова, потому что в течение веков столько мяса человек не ел, сколько может усвоить. Потому что в реальности здоровый организм, здоровый, может в день по исследованиям до 900 грамм белка усваивать. Но это не значит, что вы можете в себя запихать столько мяса, его переживать, и что у вас все это ферментов хватит, и желудок сможет переварить. Чувствовать разницу, если, грубо говоря, легко усвоимый белок будем рассматривать, еще аминокислот вам в вену введем, часть вы еду там скушаете, говядинки, рыбы, креветок, все в сумме 900 грамм наберете, и если вы полностью здоровый человек, скорее всего, все будет окей. Ну, там, с весом, грубо говоря, 90 килограмм. Максимум, что может случиться, попукайте. Ну так, образование. Вот, если, конечно, попробуете наесть такое количество просто из мяса, то... Все встанет. Ваш ЖКТ встанет, просто элементарно забьете его. Да вы только не смените, овощей сверху не сможете запихать, чтобы это все нормально шло. Поэтому максимально разнообразный источник белка. Не больше, допустим, одного стейка, там, говяжьего, в день, а то и раз в два, в три дня использовать вот этот тяжелый вид белка, потому что, на самом деле, говядина тяжелее всего переваривается. Вот, красное мясо. Побольше легкого белка кушаете белая рыбка, красная рыбка, протеиновые коктейли, в конце концов. Яичный белок, супер. У нас яиц прямо, мы тут это, разоряем, курье местное. Десятка в пятнадцать, наверное, уже ушло, если не больше, потому что, блин, яйца, это самое такое прям... Мне нравится, что их очень легко есть. То есть, западло готовить, сварил, и прям белки, ну, не будет не супер вкусно, но нелегко. Знаете, запихиваешься, что-то пожевал, он же мягкий. Я вот вечером у меня вот десять яичных белков, салатик крашу, соевый соус ставлю, и в соевый соус макаю и ем. Прям шикарно заходит, на самом деле, очень вкусно. И именно вот вареный белок почему-то меня насыщает намного лучше, чем жареный. Вот именно когда вареный. Объемный тоже может получаться. Да, может быть, объемный. Вот. Ну, на этом, наверное, друзья, все. А сейчас мы будем дегустировать корону, но уже без вас. Извините, пожалуйста. Но, раз уж тут про вкусовщину, то накидайте в комменты, какой вкус в генетик стоит сделать, которого еще нет. Вот. И, может быть, вы этот вкус пробовали в каком-то другом бренде, и вам очень сильно зашло, чтобы примерно понимать, да? И хорошо вышло, потому что... Да, да, да. Беспешно. Без газиков. Ароматику примерно понимать, потому что на каждую... На звание. Как Руслан говорил, на каждую сырье, сыворотки, вкусовая рецептура, именно ароматика тоже по-разному будет. Ложится, да. Ложится. Вот шведский белок много ароматики съедает, закладка нужна выше. А французский солноватый на вкус. А вот Дания такая, она жирным вкусом обладает, на Дании будет очень странно фруктовые вкусы получаться. То есть, они там как бы не огонь. То есть, нужно прям тут тоже с этим работать. А еще у нас красивые ноготочки есть. Это лайфхак от Ашота Германьяна, ему огромный привет. Просто покупаете прозрачный лак перед соревнованиями, наносите его. И ваши ноготки нормально потом, они как грибковые целый месяц. Вчера даже девушка ровно сладкая. Вот такие блестящие, чистые ногти. Руки были черные, да. На ногти были такие. Руки же ходят, знаете, как будто гепатитники спортсмены после грима. Ну, в пластинку, да, въедается, потом ходишь. Пока весь ноготь не отрастет, не уходит желтизна. Все. А тут прям, да, и многие спортсмены смотрят такие. После соревнований и все, и шикарный пресс. Все, ты после лайфхака точно пока.